МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В парке Серново начались занятия хатхой-йогой. Далее расскажем обо всем подробно. Военно-исторический музей 1945 – один из самых посещаемых в нашем городе. С экскурсиями сидят школьники, гости Сарова и просто люди, интересующиеся историей. А в следующем году, в связи с юбилеем Великой Победы, интерес к музею наверняка повысится. Поэтому депутаты предложили уже в этом году отремонтировать участок дороги от здания Кансара до комплекса 1945. Дорога там, этот отрезок, действительно в аварийном состоянии. А предпосылка, действительно, юбилейная дата – вторая причина, что там дети. И хотелось бы отремонтировать этот аварийный участок дороги до ноября текущего года. Притяженность аварийной дороги не больше полукилометра. Депутаты предложили отремонтировать ее в рамках программы подготовки к 75-летию Победы. Как пояснили в Департаменте финансов, программа эта сейчас активно верстается. В ДГХ изучают все объекты, которым необходимы ремонт и реконструкция. И если эти объекты подходят под тематику, финансирование на них будет заложено. Департамент городского хозяйства сегодня этим вопросом занимается. А мало того, мы знаем, что там на самом деле вот этот музей исторический. Мы сами туда, как говорится, и гостей возим или еще что-то. Если это возможно, что-то сделать, сказали – мы сделаем. Среди поправок, которые в ближайший понедельник рассмотрит согласительная комиссия, выделение средств на строительство третьей очереди канализации в Яблоневом саду, а также финансирование и выполнение проектно-сметной документации на монтаж освещения и систем водоотведения в ТИЗе. Претендовать на поддержку администрации могут социально ориентированные некоммерческие организации, которые соответствуют определенным критериям. В том числе и НКО должны работать на территории Сарова. Причем, если раньше организация должна была существовать не менее года, то теперь срок ее регистрации не важен. При этом нельзя иметь задолженностей. Важны и другие параметры. Вести активную общественную деятельность на территории города с привлечением как можно большего количества жителей города вовлечения в свою деятельность. То есть волонтерская деятельность, спортивная деятельность, культурная деятельность, образовательная деятельность. Это все учитывается как раз при подведении этих итогов. В этом году комиссия, в состав которой входили представители администрации и депутаты, высоко оценила проекты «Строевой смотр-2019», культурно-просветительский марафон победы и создание новых экспозиций в Музее военно-морской славы. Их авторы – Общественная организация «Воин», Общественное движение молодежи Сарова и Организация ветеранов военно-морского флота соответственно. Также средства получат еще несколько организаций. Нижегородское региональное историческое общество Организации «1945» с проектом мероприятия по террористическому воспитанию граждан посредством проведения военно-исторических конструкций отрытых уроков музейно-высточной деятельности с баллом 28.35 представляются субсидии в размере 100 тысяч рублей. Аналогичная сумма будет выделена Совету ветеранов за проект через общение к активной жизни и долголетию. Тем, кто набрал меньше баллов, субсидия не предоставляется. В течение года грантополучатели должны реализовать свои проекты и отчитаться о потраченных средствах. Десятки верующих собрались на престольный праздник. Совместной молитвой саровчане вспоминали события трагической ночи. 17 июля 1918 года государь Николай II вместе с супругой и детьми по решению Уральского облсполкома был расстрелян в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. Святая церковь признала эту смерть мученической кончиной. И теперь эти люди, вся медицинностная семья, находятся в лике святых и являются заступниками пред Богом, за нас грешны. После молебна прихожане вместе со священнослужителями совершили традиционный крестный ход вокруг храма и пронесли икону с изображением царской семьи. Вера регулярно посещает церковь с момента открытия. В этот раз женщина пришла, чтобы помолиться за страста терпцев и свою семью. Мы пришли помолиться сначала за царя, за его семью, за кровь и помолиться за себя, за детей, за семью свою. После богослужения протеири Александр обратился к духовенству и верующим. Священник призвал хранить любовь к Отечеству, чтобы такие трагедии больше не повторялись. Содрогается наше сердце от того, как свой народ убивает своих правителей, о том, как вроде бы многие были и христианами, и верующими людьми, и поднимают руку на помазанника Божия. На праздничную литургию пришли как взрослые, так и дети. Уже выросло целое поколение молодых саровчан, которые активно участвуют в церковной жизни. Служители напоминают, что в храме святых страста терпцев жители и гости города всегда могут получить духовную поддержку. Погоны старшего лейтенанта внутренней службы ждут своего обладателя. Последние минуты перед важным событием, присвоением очередного звания, сотрудник отдела Государственного пожарного надзора Сергей Ларькин проводят на рабочем месте. Перед старшим дознавателем стоит ответственная задача – выяснить все обстоятельства, которые привели к возгоранию, установить его причину, если это необходимо, передать дело в правоохранительные органы. Государство и министерство поставят перед нами задача расследования пожаров и расследования причин с сгоранием. Что произошло после пожара, что послужило причиной сгорания, и устанавливаются виновные лица, есть ли они или нет. В этом году Государственному пожарному надзору исполняется 92 года. Сотрудники подразделения проводят проверки на предмет соблюдения правил противопожарной безопасности на предприятиях и в организациях, расследуют причины пожаров. Особое внимание уделяют профилактике. У нас есть огромное направление по профилактике, которое минимизирует вот эти как раз произошедшие пожары среди населения. Ну и, соответственно, стараемся и детей тоже воспитывать, чтобы они понимали, что такое пожарная безопасность, что это серьезно. На торжественном собрании по случаю профессионального праздника сотрудников Государственного пожарного надзора присутствовали и те, кто стоял у истоков появления этого ведомства в нашем городе. Виктор Федорович Коломаков посвятил службе в пожарной охране полвека. В мои обязанности входило очень много. Я был на разных должностях инспектором пожарной профилактики, старшим инструктором, старшим инженером, инженером, начальником части и мобилизационной работой занимался. На торжественном собрании по случаю праздника звание присвоили двоим сотрудникам отдела Государственного пожарного надзора. Чествование семейных пар, которые прожили в браке 25-30-50 лет, стало уже традиционным мероприятием. В этот раз две семьи в торжественной обстановке отметили золотую свадьбу. Супруги Леленкова и Мальцева поженились ровно 50 лет назад, 12 июля 1972 года. Семья для каждого человека – это огромный дар и великая ценность. Они прожили рука об руку 50 лет, вместе преодолевали трудности, вместе радовались и воспитывали детей, а потом и внуков. За их плечами полвека жизни. Поздравить юбиляров пришли не только родственники, но и депутаты городской думы. Они вручили супругам памятные подарки и благодарственные письма. Настолько приятно на вас смотреть. Вы до сих пор смотрите на друг друга влюбленными глазами. Теплые слова высказали дети и внуки юбиляров. Все они отметили, что жизнь их родителей станет для них примером и образцом для подражания. Сами юбиляры, вспоминая прожитые годы и день своей свадьбы, не смогли сдержать слез. И взгляды, и сказанные шепотом слова и прикосновения рук, все говорило о том, что они сберегли и сохранили нежные чувства любви и взаимного уважения. Секрет золотых юбиляров оказался прост. Надо просто уважительно относиться друг к другу, любить друг друга. И тогда остальное все получится. Остальное все получится. Если получится, нужно крепко, крепко любить. Я тоже считаю так же. И большое внимание уделяю уважение в каждом человеке, что он во мне, что я в нем вижу личность человека. И это нужно ценить и уважать. Как в день своей свадьбы пара обменялись кольцами, поставили подписи и станцевали вальс. Имена супругов занесли в юбилейную книгу почетных гостей отдела ЗАГС нашего города. Елена Грискова, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей. СОРОВ-24. Ответственный сотрудник или заботливый отец? Пока не выбирает между карьерой и семьей, Ивану Белову удается совмещать оба звания. Вечерами и по выходным он заботливый муж и отец. В будний днем старший научный сотрудник конструкторского бюро ядерного центра. Работа очень увлекательная, творческая, интересная. За что хочу выразить отдельную благодарность нашим руководителям, за их неравнодушный творческий подход. У Ивана четверо детей, две девочки и два мальчика. И все они абсолютно разные по характеру. Кто-то любит читать книги, кто-то заниматься спортом, кто-то играть в развивающие настольные игры. Но Ивану это нравится, и он не настаивает на том, чтобы дети увлекались каким-то одним конкретным занятием. Один мой знакомый многодетный отец сказал, что у детей лежит душа к тому, той ниши, которая не занята другими детьми. Поэтому они сами найдут свой путь развития. А наша задача их направить. Старшей дочери Верю 8 лет. Вместе с младшей сестрой они приняли решение, что будут хорошими помощницами родителям в домашних делах. И пока мама нянчится с полугодовалом Мишей, девочки моют за собой посуду, убирают в своих комнатах, помогают со стиркой. А вечером все семьёй играют или делают домашние задания вместе с папой. Он добрый у меня, он меня хорошо воспитывает. Ну, Иван помогает мне. Иногда, если что-нибудь у меня сломалось, тогда он что-нибудь починет. Ивану приходится много работать, но, несмотря на это, он не считает, что все домашние хлопоты должны лежать на плечах супруги. Он с уважением относится к её труду и старается помочь при каждой возможности. В воскресенье они играют, отдыхают на природе, гуляют по городу. Не важно, чем заниматься. Главное в кругу родных, считает Иван. Потому что время, проведённое с семьёй, бесценно. Мария Ирунич, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Участников квеста поделили на три команды. В каждой выбрали капитана. На время квеста им предстоит стать единым целым. Вместе ходить по точкам, расположенным в старой части города. Вместе находить подсказки и искать ответы. Это отвлечение от повседневной жизни. Что-то, какое-то занятие, которым не занимаешься каждый день. Поэтому всегда полезно для отдыха заняться чем-то таким. К тому же, вот эти ребята, я их никого не знаю. Это тоже интерес. Поглянуться в другой компании, пообщаться с людьми, которых не знаешь, с кем ты новым познакомиться. Формат квеста по городу активисты православной общины практикуют второй раз. Первый опыт случился зимой. По отзывам участников он оказался удачным. И было принято решение сыграть еще. На этот раз квест решили посвятить покровителям семьи и брака – святым Петру и Февронии. В честь праздника все задания объединили темы и любовь. Нужно знать и наш город, где какие магазины, где какие раньше были учреждения, как они назывались. Участникам квеста предстояло собрать недостающие части символа Дня Семьи Любви и Верности – ромашки. За каждый пройденный этап они получали белый лепесток. Ребусы, шифровки и загадки приходилось отгадывать путем мозгового штурма. Это про деревянные? 3D. Кинотеатр или магазин? У нас выдвигаются идеи, другие их либо поддерживают, либо опровергают. Таким образом мы приходим к общему знаменателю. Задание – да, вот сейчас мы уже немного в сторону ушли, но вернулись на путь истинный и дальше идем. Победителем квеста, посвященного Дню Семьи Любви и Верности, считалась команда, участники которой первыми придут на финиш, пройдя все этапы. Первые несколько месяцев, а то и лет, ребенок практически неотрывно находится рядом с мамой. Гуляет с ней, играет, с ее помощью познает окружающий мир. Мама для малыша – это самый главный человек, без которого невозможно представить жизнь. И когда приходит время идти в детский сад, у многих детей возникают сложности. Они могут быть более подвижными или наоборот заторможенными, начинают чаще болеть, у них снижается аппетит, сон, они меньше интересуются окружающим миром, становятся менее самостоятельными и более капризными. Вот эти особенности родителям нужно учитывать при общении с детьми. Ну, например, он не хочет доедать кашу, значит, не нужно на этом настаивать. Чтобы адаптация проходила более успешно, еще до того, как малыш впервые переступит порог детского сада, нужно заранее готовить его к переменам, учить жить по режиму детского сада и прививать навыки самостоятельного обслуживания. Рассказать о том, что он скоро пойдет в дошкольные учреждения, что там есть воспитатели, дети, разные игрушки. Он будет там оставаться на обед, спать. Можно дома поиграть с ребенком в такую игру, как прятки, детский сад, почитать сказку, например, как Мурзик пошел в детский сад. Адаптация к детскому саду проходит постепенно. Ребенка оставляют в саду настолько, сколько он может выдержать, постепенно увеличивая это время. Педагоги вовлекают малышей в игры, постоянно переключая их внимание на какое-то новое и интересное для них дело. Большое внимание в этот период сотрудники саду уделяют и работе с родителями, поскольку для мам и пап адаптация к детскому саду тоже тяжелый период. Часто родители сами настраивают себя и доводят до состояния стресса. Они думают о том, что малыш в детском саду только и плачет. На самом деле он играл в разные игры, был весел, жизнерадостен. Надо всегда разговаривать с воспитателями о том, как прошел у ребенка день и прислушиваться к рекомендациям, которые дают воспитатели. Обычно адаптация длится 2-3 месяца. В это время важно не поддаваться на истерике ребенка и все равно по утрам везти его в сад. Лучше, если это будет делать тот взрослый, с которым малыш легче расстается. Также на это время можно брать с собой любимую игрушку. Я приду к тебе с тортом. С таким девизом уже 8 лет отмечается Международный день торта. Праздник посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами. Ему посвятили новую встречу в библиотечном дворике. Традиция появилась довольно-таки давно, 8 лет назад. Первый такой праздник был проведен в 2011 году. И с тех пор эта сладкая традиция лета стала проводиться ежегодно. И мы решили в этом году для ребят провести такую литературно-игровую программу, посвященную этому празднику, Международному дню торта. Ребята вспомнили название тортов, приняли участие в литературной викторине, узнали правила гостеприимства. Вова Лосенков внимательно выслушал, как нужно вести себя с гостями. И в конце встречи легко смог ответить на вопрос, можно ли впускать пришедших, если родителей нет дома. Девочке пришел знакомый папа с работы и попросил открыть. А Наташа, она не открыла, потому что и она сказала попозже. Она сказала, папа нет дома. И она его не впустила, и он ушел. Для активной Риты Балякиной такие встречи стали традиционными. Она занимается влажной секцией, но всегда находит время и на библиотечный дворик. Девочка считает, что посещение интеллектуальных занятий так же важно, как и тренировки. Здесь весело, здесь мы узнаем много интересного, много нового. И тут много с кем можно пообщаться и подружиться. Библиотека имени Маяковского приглашает всех желающих в библиотечный дворик каждую среду в 18 часов. Следующая познавательная игровая программа будет посвящена сказочному миру писателя Ханса Кристиана Андерсена. Как у артистов проходит подготовка к спектаклю, как создаются декорации, гримы, костюмы. Все это узнали участники дворовых площадок клуба-центра внешкольной работы. На один вечер ребята перенеслись в закулисье трех знаменитых театров – Ласкало, Большого и Чикагского. Организаторы конкурса рассказали о зарождении этого искусства и чем занимаются актеры до выхода на сцену. Ребята попробуют себя не только в роли актеров, но и заглянут за кулись и посмотрят, чем же актеры занимаются до выхода на сцену, когда мы видим их со зрительного зала. Успех театральной постановки зависит от командной работы. Истории на сцене создаются режиссерами, актерами, гримерами, костюмерами и суфлерами. Участникам представилась возможность попробовать себя в каждой из этих профессий. Команды тянули жребий и выполняли задания, а жюри оценивало технику и креативность. Понравилось и озвучивать отрывок, также понравилось делать зарисовку человека. Мы представили одну девочку и сделали ее гейш. Юные театралы читали стихи в манере детских ужасов. С помощью движений веером иллюстрировали отрывок из произведения, а также гримировали друг друга. Зрители поддерживали артистов аплодисментами. В финале каждая команда исполнила театральный номер по картине Решетникова «Опять двойка» в виде балета, оперы и пьесы сказки. Аниматор Александра Ситникова не только судила конкурс, но и помогала детям справиться с заданиями. Сейчас я помогла ребятам в рамках задания перевоплотиться в жителя страны Индии с помощью красок, кистей. Первое место получили ребята из детского клуба «Мечта», который представили Чикагский театр. Участником встреч в рамках проекта «Дворовая практика» может стать любой желающий по будням с 16.00 до 20.00. Адреса площадок можно узнать в группе Центра внешкольной работы ВКонтакте. Своё первое студенческое лето Екатерина Козеева проводит в работе. Сразу после сдачи экзаменов девушка отправилась на фестиваль популярной песни, посвященной 110-летию композитора Бориса Андреевича Макроусова. Я представляла программу, которую еще изучала в детской школе искусств номер 2. Это «Тропы» и «Огонек». В конкурсе на «Волге широкой» приняли участие более 300 солистов и вокалистов ансамблей хоров из Москвы, Твери, в Владимирской области, а также с 20 районов нашего региона. Несмотря на высокую конкуренцию в борьбе за главный приз фестиваля, у Екатерины остались только теплые впечатления от пребывания на родине композитора. «Было очень много людей, выступающих, и самое интересное то, что была теплая атмосфера, и мы сразу все сдружились и познакомились, и это было очень приятно, что так принимали». По результатам второго этапа фестиваля Екатерина стала победительницей и получила гран-при фестиваля в номинации солисты. «Это для меня неожиданно, такая высокая награда, но когда я выступала, я чувствовала с первой песни то, что у меня есть некая связь со зрителем, с членами жюри». Детское увлечение русской народной песни переросло у девушки в дело всей жизни. 11 лет Екатерина занималась в отделении музыкального фольклора у Ирины Оськиной. И уже будучи студенткой московского вуза, Екатерина не забывает альмаматор. Вместе с педагогом она готовит концерт в родном городе. «Она поступила, но вот эта концертная деятельность для своих горожан, для своего любимого города, это стоит на первом месте». Концерт намечен на вторую половину января. Сейчас верстаются программы и проводятся первые репетиции. Екатерина представит зрителям сольные номера, а также споют дуэтами с педагогом и участниками образцового ансамбля «Горница». Чтобы создать свой театр теней, не нужно специальных знаний и приспособлений. Достаточно натянуть белую ткань, включить лампу и подготовить фигурки персонажей, которые оживут в руках актеров и расскажут зрителю интересную историю. Импровизированный театр теней организовали в отделе искусств детской библиотеки имени Пушкина. «Самый, пожалуй, такой загадочный вид театрального искусства, да, таинственный и магический, которому практически ничего не знаем, но тем не менее он нас так завораживает и вовлекает во все это действие, что мы погружаемся полностью». Ребята попробовали себя в роли чтецов, актеров и даже декораторов. Они сами рисовали героев будущих постановок и придумывали им характеры. Участвуя в творческой мастерской, дети познакомились с произведениями Джулии Дональдсен-Груффало и вспомнили известные сказки Владимира Сутеева. «Я знакомлю их, во-первых, с историей театра теней, которая насчитывает две тысячи лет. Потом мы вместе с ними прочитываем эту сказку, то есть это знакомство еще с художественным произведением, с книгой. В-третьих, это выразительное чтение. В-четвертых, развитие каких-то артистических способностей». Матвей и Тимофей Никитин успели по очереди прочитать текст английской сказки, помогли распределить героев между участниками мастерской и принялись за создание новых персонажей. Узнав, как нехитро устроен теневой театр, братья решили, что такую конструкцию без проблем можно соорудить и в домашних условиях. «А я вот вообще не знал, как сделать свой театр теней. И вот теперь я знаю, что нужно просто покрывало. Я думала, что это нужно, знаете, что-то специальное сделать, что-то купать, что-то там, чтобы это взять. А надо обычный светильник, который у нас дома, два светильника дома таких есть. Обычная какая-нибудь катонная коробка и белое полотно». Году театра посвящена вся неделя в детской библиотеке имени Пушкина. Для ребят любого возраста работают различные тематические площадки. После длительной засухи в регион наконец-то пришли дожди. Для любителей грибов наступила жаркая пора. Начался сезон тихой охоты. Грибов много, самых разных видов. Но прежде чем отправиться на поиск грибных мест, специалисты рекомендуют освежить знания о съедобных и ядовитых представителях этого царства и не спешить со сбором. «Грибы имеют такое свойство, они как губка впитывают все токсические вещества и накапывают эти токсические вещества. Поэтому не рекомендуют собирать первый слой грибов». «Не спешите в лес, дождитесь второй волны грибов. Также не стоит собирать червивые грибы, мятые и переросшие. Присмотритесь, рядом со старыми под листвой и ветками зачастую прячутся их молоденькие и крепкие собратья». «Кроме того, не рекомендуют собирать грибы, которые выросли вдоль автомобильных дорог, вдоль железных дорог, которые выросли вдоль, около промышленных площадок, на территориях каких-то промышленных предприятий, а также там, где есть сельскохозяйственные угодья. Потому что все грибы накапливают, опять же, все вещества, которые их окружают, соли тяжелых металлов, пестициды». Специалисты рекомендуют уходить вглубь леса не менее чем на километры от автомобильных дорог и на 500 метров от проселочных. Это увеличит шансы собрать экологически чистые грибы. Следующий важный этап – это обработка. «Обработка в себя включает несколько этапов. Это переборка, сортировка. Грибы сортируют по видам, обрабатывают их по видам, чистят, моют, замачивают, вымачивают. А дальше идет термическая обработка». Конечно, не у всех любителей соленых и жареных грибов есть время на походы в лес. Поэтому они их покупают. Специалисты рекомендуют приобретать грибы только у проверенных людей, чтобы быть уверенными, что собрали они их по всем правилам. Алексей Тверсков увлекается рыбалкой с детства. Спортивную составляющую открыл для себя приблизительно год назад, когда впервые поучаствовал в городских соревнованиях. Тогда новый опыт для Алексея оказался удачным. Он занял первое место в чемпионате и Кубке города по поплавочной ловле. «Если ты сидишь для себя сам один, сидишь в своем удовольствии, никого не трогаешь, ловишь, отдыхаешь. А здесь есть регламент определенный, определенные правила. Вот в прошлом году в конце мая пришел, так сказать, вот пока остался. До второго разряда за год дошел». Участников соревнований по рыбной ловле не пугает четкий регламент. Такие правила считают рыбаки наоборот, заставляют собраться и показать свои умения на самом высоком уровне. Но не только ради баллов и призовых мест спортсмены собираются с удочками и снаряжениями на берегу водоема. «Разгрузка от работы совершенно такая. То есть, когда дикая работа, и ты здесь спокойно можешь посидеть, подумать, расслабиться, смотреть на природу, подышать, просто подышать свежим воздухом». Участники соревнований собрались на правом берегу реки Сатис перед плотиной рано с утра. После регистрации, жеребьевки и построения организаторы дали первый сигнал первого тура. Всего Кубок города по ловле на донную удочку включал в себя два этапа. Подготовку Кубку организаторы начинают за несколько недель. Первое, что необходимо сделать – исследовать зону предстоящей ловли. «У нас есть тут зона 100 метров. Надо понять, какие дистанции будут рабочие, на что рыбу больше будет предпочтения отдавать, какая насадка, какой поводок будет больше работать, что вообще в принципе для рыбы. И отработка по дистанциям. То есть, при забросе, скажем, на 50 метров, можно две дистанции для себя выбрать, определенно на которых будем ловить». На удочку саровских рыбаков попадаются лещи, платва, окуни, щуки, караси, ерши и пескари. По первому сигналу участники заходят в сектор и начинают подготовку. По второму проводят прикормку. И только после того, как организаторы дадут третий сигнал, стартует ловля рыбы. «У нас два тура. В каждом туре у каждого спортсмена свой сектор. Первый тур мы взвешиваем, получаем один общий вес. У каждого спортсмена свой, соответственно, каждое место свое». За каждый грамм пойманной рыбы спортсмену начисляется один балл. По количеству набранных очков распределялись призовые места. Первое место занимает тот, у кого зафиксирован наибольший вес улова. Победитель всех соревнований определялся по наименьшей сумме мест за тур. В первый день занятий в этом сезоне любители йоги испугались возможного дождя и решили остаться дома. Но при хорошей погоде желающих попробовать полезное для души и тела направление приходит немало. Хатха-йога включает в себя не только физические упражнения, но и психологические техники, основанные на правильном дыхании. В течение лет у саровчан есть возможность заняться этим видом практики. «В глобальном смысле это занятие на свежем воздухе, занятие физкультурой, плюс дыхание, плюс концентрация внимания». У такого направления, как йога, существует своя философия. Но на занятиях в парке не будут касаться духовной составляющей этого направления. Также от посетителей йоги под открытым небом не требуется особой физической подготовки. Организаторы ставят перед собой иные цели. «Здесь более такой игровой момент, скажем так. Если заниматься более серьезно, нужны хорошие физические кондиции и нужно хорошее здоровье. Потому что, на мой взгляд, йогой здоровье не поправишь». Занятия по хатха-йоге будут проходить в течение лета по средам на месте бывшего аттракциона «Веселые горки». Начало в 11.00. Обязательное условие проведения занятий и хорошая погода. Участники 1-8 Кубка города выходят на построение, обмениваются рукопожатиями и ждут стартового свистка судьи. Согласно системе этих соревнований, команда выбывает из турнира после первого же проигрыша. Поэтому желание забить гол ворота соперника возрастает в разы. В составе команды огнеборцев «Искра» одной из самых опытных участниц городских турниров по футболу в последние годы произошли изменения. «Мы дали новый дух, новую силу в команду и прибавили к ней маленькую приславочку «Искра Юнайтед». Почему мы это сделали? Потому что в нашей команде играют не только сотрудники пожарной охраны, но и сотрудники ВНИЕФа, работники ВНИЕФа, сотрудники воинских подразделений. Ну и, соответственно, «Искра» объединения, «Искра Юнайтед». Ну и здорово звучит. Встреча между «Искрой Юнайтед» и «Арсеналом» оказалась напряженной и богатой на острые моменты. Команда ядерного центра открыла счет, а спустя некоторое время забила еще один гол в ворота огнеборцев. Под конец первого тайма игрокам «Искры Юнайтед» все-таки удалось реализовать голевую атаку. На перерыв команду ушли со счетом 2-1 в пользу «Арсенала». Основное время матча закончилось ничьей 3-3. В серии после матчевых пенальти победы одержала команда «Искра Юнайтед». Это планирование, опять-таки, это подготовка, это созидание, это тренировочный процесс, подготовка к определенным соревнованиям. В октябре игроки команды «Искра Юнайтед» планируют отправиться на чемпионат России по футболу среди специальных подразделений пожарной охраны. На этот раз наши спортсмены настроены только на победу. Это один из видов подготовки. Мы готовимся. В 2015 году проводились соревнования, опять-таки, первые среди специальных пожарных подразделений, где мы, к сожалению, в финале уступили. То есть, заняли почетное второе место. Для России это нам приятно и есть к чему стремиться. Не так давно команды, принимающие участие в городских соревнованиях, разделили на две лиги. Это дает возможность опытным командам подключаться к турниру уже на этапе одной четвертой и полуфинала, а новичкам пробовать свои силы. В Федерации футбола нашего города всегда рады новым спортсменам. Ждем, кто-то может организовать команду. Ждем всех желающих. В дворах много молодежи. Надо инициативных людей побольше, которые возьмут на себя такое время от ответственности команду организовать. Параллельно с Кубком на стадионе «Икар» проходит традиционный чемпионат города по футболу. Победители обоих турниров станут известны осенью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова